ЧП в Нью-Йорке. Снова, как и в конце октября, автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей. Силовики всполошились, они подозревают новый теракт. Так ли это, выяснял Дмитрий Анопченко. Кадры из Нью-Йорка сейчас во всех выпусках теленовостей. Ведь прошлое ЧП, когда исламист давил людей на Манхэттене, еще не стерлось из памяти, и новое известие взволновало город. Но вскоре полиция выяснила, скорее всего, религиозных мотивов тут нет. В полпятого утра. Пригород Нью-Йорка Квинс. Не самый благополучный район. Прямо на земле, около бара, драка двух подростков. Возле них стали собираться прохожие, чтобы разнять. Я видела, как несколько ребят дерутся. И внезапно смотрю, белая машина подъезжает к тротуару. Они закричали, это сумасшествие какое-то было. Эти крики, и потом машина направляется прямо на тротуар. По данным силовиков, машина мчалась со скоростью 80 км в час. Сбило как минимум 6 человек, один из которых погиб на месте. Остальных доставили в местный госпиталь. Часть пострадавших в критическом состоянии. Нью-Йоркская полиция ведет поиски преступника, но пока о нем известно мало. Разве что словесный портрет составили. Свидетели сообщают, у него длинные волосы, завязанные в хвост. А номер автомобиля в панике никто и не разглядел. Казалось бы, если в итоге выяснилось, что это бытовое преступление, то зачем о нем сейчас столько говорить? Но этот случай показал, что после недавней трагедии в Нью-Йорке выводов-то никто и не сделал. И если бы за рулем действительно был террорист или время дневное, то жертв могло бы было быть намного больше. Как бороться с этой угрозой, вопрос пока открытый. В мэрии Нью-Йорка даже обсуждали возможность по всему Манхэттену отбойники поставить. Чтобы машина просто не могла выехать на тротуар, сработало бы препятствие. Явно нужно больше камер наблюдения, когда автоматическая система, анализируя трафик, распознавала бы угрозу. И давала команду ближайшим полицейским экипажам мчаться на эту точку. Разговоров много, но конкретных решений пока нет. Чиновники, как всегда, тянут. Видимо, до следующего ЧП. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.